Уважаемые князья. О, Терминатор, мое почтение. Хип! Терминатор заданатил 25 тысяч. Спасибо Терминатору, а то просто какое-то время я думал, что ты с ума сошел. Или ржешь над Майсеткой как-то слишком уж наигранно. Нет, я сначала обрадовался, что... Прям перепугал Терминатор. Ну да, спасибо за 25 тысяч. Да, я просто сначала обрадовался, что это Терминатор, но я прочитал 2500. Думаю, ну окей, нормально, круто. Потом пересматриваю 25 тысяч. Если бы у тебя была полоска, я думаю, она бы лопнула сейчас. Ну типа вот это вот, собираем типа. Ты знаешь, это вот ты просто по-больному сейчас, потому что я изучал все вот эти вот... Что можно делать на стриме, вот интерактивные элементы, как они работают. Смотрел видео, как у вот этот ниндзя. Из детства старый чувак их просто включить надо. Вот просто буквально скопировать. Полоски? Ты видео запустил реально по интерактивным элементам, бля, пиздец ты, конечно. Ну я когда не разбираюсь... Ты перед тем, как скайп поставить, тоже включал видео там, как установить скайп, как добавить контакты, типа, да? Нет, скайп я сразу разобрался, а вот с дискордом мне потребовалась помощь. Понятно, понятно. Просто ты сказал, что полоска лопнула, это реально круто. А вот видите, подожди, вот вам ответ все те, кто спрашивает меня постоянно, почему не в дискорде. Вот смотрите, Сергей Иванов официально подтвердил, что в скайпе разобраться проще, поэтому все, я буду использовать это как аргумент. А то меня заебали все, что мы не в дискорде, что мы не в дискорде, все, я не один такой, так что, блядь, нормально. Скайп, сидим-пердим. Майкрософт, респект. Да. Я тебе больше скажу, мне всем приходится объяснить. Из контактов остались только типа чуваки, с которыми я стримаю. Больше никого больше нет в скайпе. Все, скайп мертв. Ну, сейчас форсят очень этот зум. Я пока держусь, не ставлю зум. Да это уж нахуй не надо. Ну, типа, когда много народу, все хотят зумить. Вот, в общем, я про то, что взрывающаяся полоска. Зум для зумеров, чувак. Что? Зум для зумеров. Слушай, а мы с тобой кто? Или кто и ты, кто я? Я как в этом анекдоте. Я Хабибуллин, я забыл, кто я, блядь. Интересный анекдот. Ты знаешь этот анекдот? Нет. Но это про летчиков. Они общаются в эфире там. Гюрза там, Гюрза там, заходи там, типа, бомби там кого-то, блядь. Вот там, сокол, сокол, там, я первый. Я Хабибуллин, я забыл, кто я, блядь. А, понятно. Ну, это такой себе анекдот, знаешь. Старый, да, советский. Гюрза умер, блядь. Так вот, полоска, это прикольный эффект, взрывающая вся полоска от большого доната. Но мне кажется, что на донейшнале это реализовать нельзя. Да нет, я имею в виду, что она, я же условно разорвалась, типа, ну, блядь. А я тебе говорю буквально, что это круто. Что сейчас очень много вот на Streamlabs в американском интернете они делают вот эти все эффекты. Это классно работает. Ну, хорошо. Я так думаю, если на Западе делают, через пару дней все это спиздит Влад Бумага, и можно будет уже у него подсмотреть. Лет через пять, да. Не, не думаю, что спиздят, потому что функционал разный. И вообще это больная тема, потому что я хотел делать, например, вообще донаты, типа, именные. В плане того, что приходит постоянный донатер, отправляет, спасибо. И что-то такое особенное происходит. Анимация какая-нибудь. Тебе надо, знаешь, у вебкам сайтов, блядь, спиздить, нахуй, какие-нибудь анимации, анимации, ёпта. А, я тебе больше скажу. Механизм этих, блядь, подписчиков платных, нахуй. LoveSense, да? Чтобы у меня оргазм случился от доната. Ну, я боюсь, что до тебя оно не добьет просто. Этот LoveSense, тебе нужна модель какая-то, типа, ну, помощнее, покрупнее, так сказать, учитывая твои габариты. Ну, все зависит от донатов. Здесь как бы... Что-то вроде, знаешь, LoveSense для коня. А ты слышал, кстати, была тема, что взломали устройства, которые... Да, это не первый раз. Потом еще взломали эти, замки девственности, или как-то так, типа. Да, да. Да я вообще, чувак, с каждым годом все меньше вообще доверяю всему цифровому. Только аналоговая хуйня. Серьезно. Если есть выбор между цифрой и аналогом, всегда пользуйте аналоговые замки какие-то типы. То есть, блядь... Я вообще охуеваю с людей, которые ставят, типа, ну, знаешь, там умный дом, возможность входную дверь открыть, типа, через, блядь, мобильное приложение. Что вы делаете, блядь? Типа, я наоборот, там все эти штыри какие-нибудь толстенные, чтобы нахуй... Чтобы ребенок, например, не мог просто открыть. Так, тяжеленный, знаешь, как в монастыре, блядь. Сука, засов там, блядь. Цепь какая-нибудь, на которой нахуй цербер сидит, блядь, ёпта, в тартаре. Вот такие аналоговые технологии, короче. Аналоговый цербер. Да, вся эта хуйня, типа, блядь. Управление, блядь. Все, типа, как управлять, ставить температуру в комнате? Поставьте крутилку, вот термостат, чтобы он крутился. Все. Никаких, нахуй, управлений через интернет, через телефон, блядь. Это все, нахуй, хуй, вон вибраторы и те взламывают, блядь. О чем вы говорите, нахуй? Только аналоговые технологии. У тебя есть робот-пылесос? Ну, блядь. Короче, он у меня есть, но он полная хуйня. Вот робот-пылесос, это одна из тех вещей, которые, ну, типа, они выглядят пиздец, какими полезными и необходимыми, а на деле это просто мусор из, ну, ему место в телемагазинах, блядь. Потому что робот-пылесос, он нихуя не пылесосит до нормального состояния. Он пылесосит до промежуточного состояния между не пропылесошено и, типа, пропылесошено. Но если тебя устраивает промежуточное состояние, то ты, в принципе, можешь и не пылесосить, потому что они не шибко отличаются. То есть, блядь, это просто хуйта какая-то, которая гоняет туда-сюда, шумит, блядь, постоянно теряет базу, блядь, сидит на дозарядке, но при этом, блядь, у меня даже, блядь, самый умный, который карту, типа, составляет, блядь, типа, запоминает, короче, и все равно, нахуй, что вот, блядь, он убирался, и что не убирался, одна хуйня, блядь. Берешь ебаный пылесос с этой, с водой, блядь, который, блядь, у меня это, и моешь, как это, блядь, ну, пылесосишь, нахуй, слово забыл, как озон, нахуй, и пылесосишь нормально, либо просто забиваешь и не пылесосишь вообще, ни роботом, ни сам, блядь, и это самый надежный способ, всем советую, блядь, робот-пылесос, просто пустая трата денег, лучше, блядь, к пите пирожков, блядь, то полезнее будет. Так вот, роботы-пылесосы теперь можно использовать для прослушивания. У них лидары, там нет микрофона, у них лидар, который замеряет расстояние лазером до предметов, чтобы он мог их объехать, он считывает вибрацию от предметов, и по этой вибрации можно вычислить, о чем ты, собственно, говорил, 94%, по-моему, четкость. Ну, вот, значит, какой-то робот-пылесос прямо сегодня отправится на помойку, блядь, я не знаю, или подарю кому-нибудь, блядь, кому-то, кто не слышал мой монолог о том, что это бесполезная хуйня, очевидно. Вот, я считаю, что Терминатор за такой донат надо вне очереди, ты не против. Да я только за вообще, я хоть вообще давай все читать по сумме сортируй, блядь, я вообще, я всегда в любых вопросах, блядь, каких-то, на стороне уважаемых богатых господ. Вот Гусейн Гансанов, например, да, молодец же, да, катается, вот если бы он сидел, донатил нам тут по миллиону, Мелстрой, да? Так. Умный мальчишка, как Невзоров про Соколовского говорит, умный мальчишка, да, ну, вот приложение силы просто неправильное, да, импульс какой-то неверно задан, да, если бы он донатил, конечно, нам тут по миллиону, а так пошли они нахуй. Он этому задонатил, по-моему, да, как его, ты с ним скримешь? Айтипедии. Айтипедии, да. Ну вот, мы не айтипедия, мы не айтипедия. Ну,